Современные женщины маленько попутали и хотят усидеться сразу на двух стульях. Они берут всё самое удобное из феминизма, чтобы быть независимой личностью, но при этом ссылаются на традиционные ценности и хотят, чтобы мужчина брал за них ответственность, решал их проблемы и закрывал их хотелки, чтобы, как говорится, и рыбку съесть, и нахуй сесть. Но это просто нереально. И когда ты видишь женщину с такими сказочными запросами, можешь смело харкать ей в лицо, потому что две эти вещи совместить невозможно. Если меня уважает женщина, если она признаёт мои достижения, видит во мне лучшего мужчину, то ей даже в голову не придёт что-то из себя строить и всегда делать по-своему. Типа, кто я такая? Ему виднее. Женщины постоянно говорят, хочу сильного, чтобы как за каменной стеной, чтобы брал за меня ответственность, но всё это строится на уважении и признании его главным. Тогда придётся жить по принципу «мужчина всегда прав». Хочешь, чтобы он брал ответственность, разруливал твои проблемы, тогда отдай себя в его подчинение. Это как на корабле. Матрос уважает капитана, слушает капитана, капитан управляет кораблём, и всё будет отлично, никто не уебётся в льдину. А если капитан отдаёт команду, а матрос такой, ну не знаю, я сильная независимая личность, у меня есть своё мнение, они пойдут нахрен ко дну. Поэтому здесь всё строится на уважении. Если ты кого-то уважаешь, то ты его слушаешь. Если я кого-то уважаю, то я его слушаю. Если я занимаюсь кикбоксингом, я слушаю своего тренера, ему виднее. Точно так же нужно строить отношения с женщиной. Либо мужчина главный, либо идёшь нахер. Во всех остальных случаях получается злоебучая смесь феминизма и неадекватных женских запросов. Ну а если мужчина уважает и во всём слушается свою женщину, так же тоже можно? Можно, но он превратится в заядлого каблучару, и это уже не совсем здоровая история. На связи названный ваш любимый переводчик Тейта. Напоминаю, что все курсы Эндрю Тейта на русском уже доступны в нашем телеграм-канале. Современные методы заработка, вся база про женщин и огненная мотивация на каждый день за сущие копейки. Уже тысячи мужчин изменили свою жизнь благодаря курсам Эндрю Тейта. Переходи по ссылке в описании и вступай в мужское сообщество. А теперь приятного просмотра. Но почему ты так это подаёшь, что именно женщина должна быть послушной? А вдруг она лучше в чём-то разбирается? Например, я кубинка, и в моей семье мама всегда была главная, а отец её слушался. Потому что она первая приехала в Америку из Кубы и лучше разбиралась, как тут всё работает. А батя слушал её во всём и не строил из себя мужикастого бабуина. У нас в семье мнение мамы всегда было на первом месте, а батя был на вторых ролях. Но ты почему-то говоришь, как будто только мнение мужчины что-то весит, и его нужно уважать, а женщины типа ни в чём не способны разбираться. Это же неправда. Я не сказал, что женщины ни в чём не разбираются. Да, но ты говоришь, что мужчина должен быть главным и вести за собой женщину. А женщина типа где-то там на фоне в роли послушной куклы. Разве это справедливо? Справедливо, несправедливо, но самые счастливые отношения на Земле — это те, в которых мужчина главный. Ну, неправда. Чистая правда. Но если менять обосранные подгузники у неё получается лучше, чем решать проблемы, то нахрена строить из себя мужика? Мои родители были счастливы, при том, что мама главная. Это исключение, а исключение подтверждает правила. Во всех отношениях, где заигрывают с равноправия, мужчина в роли обоссанной тряпки. Женщина никогда не будет такого уважать и сама же уйдёт к более бабуинистому бабуину от такого понимающего Васечки. Это правила биологии, и их назначает природа, а не не так уськи со своими хотелками. Но биология — лишь теория. Какая к буям собачьим теория? Биология — это всего лишь теория, и она ничего не доказывает. Всю историю эволюции женщина нуждалась в мужской защите. Сильный шерстистый бабуин её защищал, а она награждала его своим вареником. Иначе бы она просто не выжила. Она бы выглядела в драке, как последнее посмешище. И когда женщина приходила в новое племя и просила защиту, она была вынуждена подчиняться. У неё не было варианта ебать мозги, потому что иначе она бы просто не выжила. Ей приходилось принимать новые правила, придуманные мужчинами. И у неё не было вариантов втирать свои сказочки про равноправие. И это то, как устроена наша биология. Это то, как мы прошли через тысячи лет. И это невозможно отрицать потому, что сейчас модно быть мужиком в юбке и рассказывать новомодные басни про независимую женщину. И твои родители — просто исключение, а обычного Васечку подомнут и выбросят, как использованный материал. Почувствуют в нём слабину. Тут я согласна. Но ты не можешь отрицать, что биология — это просто теория. Она ничего не доказывает. Биология — это просто факты. Да. Если ты не будешь пить, в один день возьмёшь и помрёшь. Я понимаю. Если не будешь жрать неделю, тоже загнёшься. Чистая биология — это наука. Но наука — это лишь теория. Она не всегда на сто процентов верна. Окей, тогда простой вопрос. Почему обществом всегда рулили мужчины? Потому что есть разница. Вот я и спрашиваю. Есть биологическая разница. Я и спрашиваю, что за разница, что мужчина всегда был во главе общества? Потому что, как мы знаем из биологии, самец всегда доминирует над самкой. И это почти у всех видов животных так. И почему? Ну, потому что... Потому что биологический самец сильнее самки и подминает её под себя. Ну вот, биология реальна. Ну, я не говорила, что она не верна. Просто она может в чём-то ошибаться, как любая другая теория, и не доказывает ничего на сто процентов. Это не истина в первой инстанции. Можно жонглировать словами как угодно и подменять понятия, но это лишь пустой бабский трёп. 99% здоровых отношений это отношения, в которых мужчина главный. И большинство женщин со мной согласятся. Любая нормальная женщина хочет быть за спиной порядочного бабуина, который защищает её, закрывает её потребности и берёт на себя главенство. А все эти 50 на 50 женщина тоже может быть главной. Это всё использование женщины не по назначению. Это как хуем гвозди забивать. Можно, конечно, но не советую. В жизни нет 50 на 50. Либо ты главный, либо прогибаешься под женщину, и она уходит к другому. Кстати, это правда и абсолютный факт. Всю историю человечества мужчины вели за собой, а женщины были ведомыми. Нет ни одного матриархата, который бы выдержал испытания временем и смог конкурировать с мужчинами. И единственная причина, почему ты можешь сидеть в этой студии и говорить все эти смехотворные вещи, это потому, что мужчины тебе разрешили. Все права, которые есть у женщин, дали им мужчины. Я не из тех типов, которые такие «О, баба, ну-ка, брысь под лавку». Нет, женщины тоже хороши в чём-то своём. Но что касается управления, то давайте честно признаемся, что командовать — это вообще не женское качество. И если взять на вскидку 100 обычных женщин, нормальных, без феминизма головного мозга, то 95 из них скажут, что им это равенство нахрен не упало, пусть он лучше будет бабуином, который разруливает мои проблемы, а я — ласковой, беззаботной кошечкой. И может быть, в примере с твоими родителями это и сработало, где отец стелился под бабу, а мать была главной. Но для большинства это крайне вредный совет, потому что у нормальной женщины не стоит на такую размазню. Она просто уйдёт от него, и он останется в одиночестве дёргать свой стручок. Эндрю правильно сказал, что женщина не предназначена, чтобы чем-то руководить. Использовать для этого женщину — это как хреном гвозди забивать. Крайне глупо. И причина, по которой женщины это отрицают, не в том, что они не согласны, а в том, что они боятся согласиться с правдой, потому что почувствуют себя бесполезными. Почувствуют, что они ничего не стоят. Но это не так. Говорю вам прямо, если сейчас сюда ворвутся типы со стволами, мы будем готовы рисковать собой, чтобы вас защитить. Потому что минус пять женщин — это сразу вселенская трагедия. А когда то же самое случается с мужчинами, то вообще никого не ебёт. Поэтому женская жизнь не просто ценна, она нашим обществом ценится ещё выше, чем мужская. У женщины, безусловно, есть ценность. Но современной женщине промыли мозги. Ей внушили, что она чего-то стоит только тогда, когда она начинает бодаться со своим мужиком за власть. Хотя на самом деле это только роняет ценность женщины. И каждый мужчина хочет преданную спутницу, которая послушно пойдёт за ним. Спасибо за просмотр, друг. Кайфуешь с наших переводов Тейта, но хочется большего? Тогда залетай в базу Эндрю Тейта. Это наш закрытый телеграм-канал, где собраны десятки часов базы про женщин, бизнес и успех в жизни мужчины. Эксклюзивные видео с Тейтом, то, что никогда не появится на Ютубе, свежие обновления каждый день, и всё это за копейки. То, что есть на Ютубе, это жалкие крошки. Вступай в мужское сообщество и убедись в этом сам. Ссылка в описании. А на связи был названный ваш любимый переводчик Тейта.